Владимир Жириновский рассказал соратникам по партии, как нужно оценивать последнее событие на Украине. Чтобы материал усваивался лучше, лекция прошла на теплоходе, который отправился в круиз по Волге. Надо сказать, что такие выездные семинары для либерал-демократов уже стали традицией. Мы продолжаем учебу с тем, чтобы вы на местах были наиболее грамотными, все понимали, разбирались, видели, какие события происходят, их причины. Вот мэр Хельсона, последний подлец и негодяй, вчера 9 мая участникам войны объяснял, что Гитлер не хотел Украину завоевывать, он хотел ее освободить от большевизма. Но вот как можно людям, которые кровь проливали, и от Украины участвовало около 7 миллионов в советской армии. Всего там прошло до 50 миллионов, наверное, за все годы войны. А на момент окончания войны у нас была 11-миллионная армия. Вот видите, как они поворачивают историю. Мол, Гитлер хороший, он хотел нас с вами от большевиков освободить. Это в день победы. Подлец и негодяй, это мэр Хельсона. Напомню историю, которую упомянул Жириновский. Накануне в Хельсоне, во время торжественного митинга перед ветеранами, выступил губернатор Юрий Адарченко. Политику России в отношении Украины он назвал агрессивной. По словам губернатора, она очень похожа на политику нацистской Германии. Речь прервали возмущенные крики, а женщина с ребенком обошла охрану и вырвала у чиновника микрофон.